Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк и я отправился жить на полностью необитаемый остров, чтобы там испытать себя в условиях выживания. И сегодня мой четвертый день на этом необитаемом острове. Просыпаюсь я рано утром не от будильника и не от того, что поднимается солнце, а от того, что на деревьях начинают орать цикады. Сегодня ночью мне удалось поймать два больших болотных мангровых краба. Их я в первую очередь и приготовлю. Это очень удобная добыча, потому что для них не нужен холодильник. Крабы можно хранить живыми до того момента, как мне понадобится их приготовить. Это легко доступная, немного травмоопасная, но тем не менее полезная и очень вкусная добыча. В первую очередь крабов нужно усыпить. Несмотря на свои размеры, характер у них очень боевой и агрессивный. Используя свой нож, я усыпил крабов и хорошенько обмыл их в океане от болота. Вот таких крабов мне удалось поймать. Очень большие. С помощью стальной пластины и сухой коры пальмы. Я добыл огонь. На нем я вскипячу воду. В кастрюльку набрал воды из океана и поставил на костер. А теперь нужно подождать, пока крабы сварятся. А уже через минут 15 мои крабы были готовы. Я достал их из кастрюли и начал есть. Сок вкусный, сразу скажу. Так, нужно чем-то их разбивать. У него мясо сладкое, прям сладкое. Но из-за того, что я варил в океанической воде, в морской воде, это просто идеальный баланс сладкого и соленого. Просто идеальный баланс, друзья. Это очень вкусно. Класс. На предыдущем острове я ловил небольших крабов, которых я называл пауки. Они были меньше размером и оболочка была у них намного мягче. И доставать мясо было намного проще. В этих же крабов оболочка была очень крепкой и твердой. Поэтому для этого я использовал или камни, или нож, чтобы разбить оболочку и достать мясо. Но зато эти крабы были большего размера. И съедобного внутри тоже было больше. Супер вкусные крабы. Просто 10 из 10. Я с тобой согласен. После своего завтрака я взял экипировку для подводной охоты и погрузился в подводу, чтобы немного поохотиться с арбалетом. Я решил не заплывать на большую глубину, а поохотиться в коралловом рифе. Здесь вода была чистой и прозрачной. А в коралловом рифе я видел стаи рыб. Я набрал воздух и погрузился на дно. Одной рукой взялся за камень. Чтобы стабильно зафиксироваться у самого дна. Как вдруг в какой-то момент в области правого плеча я почувствовал жущую боль. Я повернул свою голову и увидел морскую звезду, которая называется терновый венец. Это одно из самых ярких и загадочных существ на коралловых рифах. Она может достигать размером до 60 сантиметров в диаметре. И обладает огромным количеством острых ядовитых шипов, которые покрывают ее тело. Эти шипы служат защитой от хищников. Но и для человека они могут быть опасными. Вызывая сильную боль и воспаление при уколе. Терновый венец хищник, питающийся кораллами. Его пищевые предпочтения могут стать разрушительными для коралловых рифов. Так как одна такая звезда способна съесть за сутки кораллы на площади одного квадратного метра. Массовое размножение этих звезд может привести к катастрофическим последствиям для экосистемы. Однако не все так плохо. В природе существуют хищники, такие как гигантский тритон, которые охотятся на тернового венца, помогая контролировать его популяцию. А вот еще одна такая морская звезда. Я почувствовал боль в моем правом плече. Я прервал свою подводную охоту и вышел на берег. Днем нереально чем-то заниматься, разве что в костюме заниматься подводной охотой. Почему? Потому что вода горячая, костюм не нужен. Он нужен только от кораллов. Но солнце жарит просто нереально. И если бы я был без костюма, я бы за секунду обгорел бы на спине, на ногах. И что, у меня выбора нет получается. Использовать нужно только костюм. Да и вот в очередной раз я занимался подводной охотой. Залег на дно, увидев стаю рыбы. Выжидал удобный момент, чтобы сделать выстрел. И почувствовал очень больно в плечо вправое. В общем, что-то укололо. Или прям как огнем, знаете, так коснулось. Я убираю плечо с кораллового рифа, смотрю, а подо мной лежит этот самый венец. Как он называется? Дьявольский венец. Короче, одна из самых ядовитых морских звезд. Вся в острых шипах. И хорошо, что на мне был костюм. Одна иголка только меня штрикнула в плечо. Но вроде следа не осталось, ничего впоследствии нет. Но чтобы не костюм, было бы все намного хуже, стопудово. Это очень опасно. Тем более, когда занимаюсь я подводной охотой в одиночку. Что делать ни в коем случае нельзя. Дальше я, как обычно, занимался бытом на необитаемом острове. Немного расширял свой лагерь, делал его более комфортным. Изучал новые территории. А также среди выброшенного океана мусора на берег я собирал полезный инвентарь и строительные материалы, которые могут мне быть полезны в построении моего большого шалаша. В общем, до вечера не происходило ничего особенного или интересного. Но вот после того, как солнце начало опускаться за горизонт, все поменялось. Что это значит, друзья? А это значит, что пришло время охоты на крабов. Так, пока буду ловить. Возьму кастрюльку с крышкой, а потом их переложу сюда на ночь. Утром приготовлю. Потому что здесь будут они звуки издавать. Я не уснул от этого барабана. В общем, пока что крабы буду ловить в кастрюльку. Друзья, вижу крабов. Смотрите, сколько их здесь. Вот это да! Большой-большой-большой-большой-большой-большой убегает. Опа! Опа! Успокойся! Друзья, первый краб есть. Очень опасно, я его держу. Вот такой вот первый краб. Первый есть. Я очень шумный. Я очень шумный. Убегают большие крабы. Пошли, посмотрим сразу сначала здесь. Потому что те уже... А вот их норы. Калючки. Сначала я занялся охотой на крабов. Поставил камеру на штатив и бегал влево и вправо, выбирая самых больших особей. Друзья, посмотрите на этого монстра. Вот это у него клешня. Вы только посмотрите на этот размер. С ума сойти. Блин, я залез, друзья. Такие колючки, что лучше я обратно вернусь. Ай, блин. Как я сюда... Опять. Всех пойманных крабов живыми складывал в кастрюлю. Очень важно их сохранять живыми. Так как у меня здесь холодильника нет, а пойманная рыба портится очень быстро, поэтому ее я готовлю в первую очередь. А вот такие вот пойманные живые крабы могут сохраняться до того момента, пока мне не понадобится еда. Просто в любой нужный момент открыл кастрюлю и сварил свою добычу. Это очень удобно. Вот этот самый большой. Вау, какой он большой, смотрите. Друзья, ну это, друзья, ну это полноценная порция. Утром буду варить и показывать вам, как они выглядят. Вот это да. После охоты на крабов я взял в руки свою самодельную гавайку из бамбука и погрузился под воду в надежде поймать кальмаров. И в этот раз удача была на моей стороне. Почти сразу же мне удалось поймать небольшую каракатицу. После четкого попадания она перед моим лицом оставила облако чернил. Добычу снял с наконечника и поплыл дальше охотиться на морепродукты. А вот у самого дна еще одна небольшая каракатица. Я прицелился с гавайкой и только хотел сделать выстрел, как она быстро уплыла в сторону. После чего я перевел фонарь вверх и увидел что-то у поверхности воды. Это был небольшой кальмар. Но его догнать мне так и не удалось. Он оказался очень быстрым. А вот у самого дна еще одна каракатица. Я прицелился. И сделал точный выстрел. Это уже было размером побольше. Вы только посмотрите, как она отражает цвет моего фонаря и меняет цвет под водой. Удивительное существо, но сегодня это моя добыча. А вот у поверхности воды плавала еще одна каракатица, но совсем маленького размера. И меня она совсем не боялась. Мне даже удалось ее потрогать рукой. Ну что ж, плыву дальше. Я осветил фонарем влево и вправо. А также внимательно всматривался на самое дно и у поверхности воды. Потому что кальмары и каракатицы плавают в толще воды. Нужно внимательно смотреть по всем сторонам. И вот в толще воды я увидел кальмара. Прицелился и сделал точный выстрел. Еще одна добыча на моем гарпуне. Как только я снял этого кальмара с наконечника, у самого дна я заметил небольшого красного снеппера. Прицелился и его тоже поймал. Этой добычи мне будет достаточно. Возвращаюсь на берег. Так, друзья. Удалось поймать мне несколько кальмаров. Во-первых, я с них хочу выдавить все чернила. Все чернила мне понадобится. Завтра узнаете зачем. Так, вот такой кальмарчик попался. Небольшой. Еще один кальмар. Этот побольше чуть-чуть. Просто он уже без головы. О, в этом чернила побольше. И вот такую вот каракатицу поймал. В ней будет еще больше сейчас чернила. Должно быть. Я, по крайней мере, старался все удержать. О, смотрите. Блин, здесь много. Отлично, отлично. Нужно собрать все. Нужно собрать все чернила. Завтра все узнаете. Все узнаете. Кстати, кто не знал, это чернила, вообще-то, очень полезное. Его используют в приготовлении дорогой пасты. Поэтому это естественный краситель, который полезен даже для организма, если его кушать. Пойду руки помою вместе с этими кальмарами. А чернила все вот эти нужно сберечь. Так, помыл. Сейчас хорошенько все присолить нужно. За ночь не испортился кальмар. Но он не испортится, потому что сейчас температура воздуха упала. Внутренности все я убрал. Те, что в первую очередь портятся. Поэтому ничего с ними не будет до утра. А утром я уже их приготовлю. Друзья, я еще со второго сезона Острова Акул вожу с собой маленькую баночку подсолнечного масла и сковородочку. Чтобы приготовить кольца кальмара. Но мне не удавалось до сих пор их поймать. Поэтому наконец-то удалось. Вот так вот. И прячем в тенек. А также мне удалось поймать еще небольшую рыбину вот такую. Я тоже внутренности с нее выпущу и положу туда в соль. А завтра утром в первую очередь приготовлю то, что сегодня удалось поймать. Потому что уже пора ложиться спать. День пятый. 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 Ну что друзья, ну что друзья, пришло время просыпаться, подъем. Ну что ж, в первую очередь я умылся и сделал небольшую зарядку. А теперь буду готовить пойманные морепродукты, которые мне удалось поймать вчера на Гавайку. Живых крабов я оставлю и приготовлю их уже после обеда. А вот морепродукты, когда солнце поднимется и начнет пригревать, долго не протянут. Поэтому сейчас разведу костер и приготовлю кальмаров. Посуду нужно помыть. Для этого я использую воду из океана, а также ульву, зеленую съедобную растительность на коралловом рифе. С помощью этого и помою свою сковородку. Благодаря соли мне удалось сохранить морепродукты до самого утра. А пока что на костер я поставлю сковородку и налью немного растительного масла. Наконец-то мне пригодилось подсолнечное масло, друзья. Где-то у меня еще была панировка для колец кальмара, но на острове Акул второй сезон я рыбу в этой панировке приготовил, поэтому ее нет. А я думал есть. Но подсолнечное масло еще осталось. Сейчас, друзья, покажу вам, как выглядит хребет. Скажем так, каракатицы. Я уверен, что многие находили его на берегу. Вот, смотрите. Находили на берегу или же, если у вас есть какой-то домашний питомец, террариум, то часто вот эти каракатицы продаются как источник кальция для попугая и для других животных. Это чистый кальций. Так, мухи послетались на запах. Нужно быстренько направлять эту сковородочку. Во-ла-ла. АПЛОДИСМЕНТЫ Шкварчало это очень вкусно и аппетитно. И запах был просто волшебный. Я очень люблю кольца кальмаров. А когда эту добычу ты сам поймал своими руками и приготовил на необитаемом острове, ценность такого блюда вырастает в разы. Друзья, ну и конечно же, уже по традиции, давайте вместе оценим это блюдо от 1 до 10 в комментариях под этим видео. А также напишите мне, кто бы хотел попробовать этих кальмаров. Готовятся они очень быстро. Буквально 5 минут и уже блюдо мое было готовым. Снимаю его на тарелку. А тарелкой у меня послужит ракушка от гигантского моллюска Тридакны, которого я съел несколько дней назад. Пережаривать тоже не нужно. Маленький кальмар готовится буквально за несколько минут. Поехали. Вот такое вот аппетитное блюдо у меня получилось. Но чего-то все равно не хватает. Немножко перца, а также сок лайма. Вот теперь вот идеально. Ну что ж, друзья, давайте попробуем, что у меня получилось. Выглядит очень аппетитно. Сочный, не перезарил хорошо. Сначала маленьких кальмаров съем. О, это кусочек уже посочнее. Очень хорошо, очень хорошо. Мягенький, очень нежный, сочный. Вау. Глазик. Я могу смело сказать, что это было одно из самых вкусных блюд, которое мне удавалось готовить на необитаемых островах. Ну и, конечно же, нужно обязательно не забывать сразу же после себя мыть посуду. Во-первых, потом, когда присохнет, это делать намного сложнее. А во-вторых, остатки еды будут привлекать внимание мух и других насекомых. Чего здесь мне и так хватает. А теперь я возьму пергаментную бутылку. Бумагу для приготовления еды. Теперь мне понадобится пойманная рыба. И чернила, которые я вчера ночью собрал с кальмаров и каракатец. Сейчас будем делать геотаку. Это японская техника рисунка своей добычи. Используя только самые натуральные материалы. Сначала я рыбку фиксирую в песке. Лицевую сторону рыбки вытираю салфеткой. И красиво раскрываю ее плавники. С помощью салфетки на поверхность рыбы наношу чернила кальмара. Равномерно по всей ее поверхности. Но при этом нужно убрать излишки чернил. А теперь осторожно сверху прикладываю бумагу. И по всей поверхности аккуратно прижимаю пальцами. И понимаю, что пергаментная бумага для этого подходит очень плохо. Но я не теряю надежду. Возьму обычную салфетку. И сделаю то же самое. Прикладываю и хорошенько прощупываю весь рельеф рыбы. И у меня получается вот такая вот небольшая картина своей добычи на память. Эту салфетку нужно высушить, вставить в небольшую рамку. И повесить у себя дома, чтобы потом вспоминать о пойманной добыче на очередном необитаемом острове. А самое главное то, что это чернила натуральный продукт и совсем не токсично. Теперь рыбку просто нужно помыть, приготовить и съесть. А вам, друзья, спасибо большое за просмотр. Если эта серия понравилась, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями и не пропускайте новые серии. Всем пока. И не забудьте поставить лайк под этим видео, только в том случае, если оно вам понравилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо.